Добрый вечер, в эфире телеканал Астана, программа «Статус-Кво», и мы ее ведущие Оксана Петерс и Динара Саджан. Сегодня у нас в гостях депутат 4-го созыва Мажелиса парламента, общественный деятель и просто красавица Бахыт Сыздыкова. Добрый вечер, Бахыт, мы очень рады видеть тебя. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты уже не депутат Мажелиса, и многим интересно, где ты сейчас. То есть ты уже трудоустроена? Да, я уже трудоустроена. Меня пригласили трудиться в Назарбаевск-центр. Я очень счастлива, потому что на самом деле дело новое для страны, абсолютно новое, очень интересно. Мы все только создаем, мы как бы сейчас столько много разных идей, которые можно воплотить в Назарбаев-центре. Назарбаев-центр – это государственное учреждение с очень таким сложным названием, но на самом деле, которое отражает суть. Это многофункциональное, научно-аналитическое и гуманитарно-простительское государственное учреждение Назарбаев-центр. И в Назарбаев-центре я руковожу службой национальных и международных программ. Получается, вот сколько месяцев ты была без работы? Так, ну я не так быстро считаю. Если можно назвать, что вы были без работы. Ну вот считайте, получается, в ноябре нас распустили, и в мае я уже вышла в Назарбаев-центр. А что ты делала все это время? Вы знаете, когда говорят, что ты была без работы, я, конечно же, была без официальной работы. То есть у меня не было, как бы, такой службы, куда ходить, да, каждое утро, там, 9 утра, там, на работу вставать, просыпаться. Но, знаете, мне все мои знакомые, все мои друзья говорят, слушай, ты в парламенте, мы сейчас тебя меньше видим, нежели, допустим, когда ты была в парламенте. На самом деле, было столько много работы, потому что я, вы знаете, являюсь лидером молодежного парламента, спикером молодежного парламента страны. У меня много других проектов, да, связанных с молодежным движением. И поэтому постоянно какая-то была деятельность, постоянно, то есть, как бы, и когда меня представляли, всегда у журналистов, знаете, возникала такая пауза, и такой немой в глазах вопрос. Баха Циздыкова, а как дальше представить? И потом кто-то там с чьей-то легкой руки говорит, ой, известный общественный деятель. В принципе, это правильно, потому что я по жизни общественница, я там возглавляла в свое время, создавала кучу молодежных и других общественных организаций, да, и поэтому, наверное, общественный деятель, это, наверное, где-то в крови. А скажите, пожалуйста, не скучаете ли вы по депутатскому креслу, и как вам вот новый состав Мажелиса? Потому что это сейчас, да, немного общественность вроде успокоилась, хотя до этого мы много слышали, когда говорили, что в новом составе Мажелиса мало молодежи, мало ярких людей, мало звезд и так далее. И мало женщин. Да, как вы считаете? Так, а кто-то мне перед началом эфира обещал, что не будет задавать камерзных вопросов. Нет, это вполне нормальный вопрос. Нам очень интересно узнать, что вы скажете. Мне самой, да, как бы, вы знаете, на самом деле у меня очень часто спрашивают, задают от меня этот вопрос, но я всегда технично ухожу. Но, как говорила одна из моих учителей, да, по жизни, девочки, мы не обсуждаем, мы рассуждаем. И вот если, допустим, рассуждать, да, здраво, то, конечно же, я, допустим, абсолютно не была расстроена, потому что для меня, если честно, это было предсказуемо. Потому что я в парламенте, ну, вы сами знаете, да, меня даже журналистам огласили, как они правильно сказать, окрестили глазом народа, да. Вот, и поэтому, если честно, я почему-то была уверена, что я, наверное, я была, с одной стороны, я была уверена, что я обязательно попаду в список партийный, потому что партии нужны такие люди. А на сколько процентов ты была уверена? Честно, ну, я была процентов, наверное, 99 уверена, что я буду в партийном списке. Я была уверена, потому что я считаю, что партии нужны такие яркие люди, как я. Самое, что интересно, когда вот листали, начали листать, там же, как бы, по алфавиту, получается С и потом И буква, да. Вот, и я, если честно, как бы, да, я думаю, ну, вот сейчас вот как бы там СС идет, думаю, ну, как бы Сдыкова, и ты сразу Тарасенко, то есть уже Т буква. Я такая думаю, так, меня нет. Я сразу написала в Твиттере, меня нет в партийном списке. И в этот день сразу, как бы, такие две были главные новости. Первая была Даригана Зарбаева в списке Нур-Отана, вторая главная новость такая была обсуждаемая, мне, конечно, очень приятно, это, чтобы Хыцездыкова не попала в партийный список Нур-Отана. Вот, и, конечно, если честно, шока такого не было, потому что, с одной стороны, я была уверена в том, что я, как бы, буду в списках, да, потому что я была хорошим депутатом, отличным депутатом. Вот, я не скромная, да. Вот, а с одной, с другой стороны, я никуда не ходила, я никого не просила, и мне многие люди звонили и говорили, так. А кому можно было ходить и просить, чтобы, то есть кто давал гарантии того, что вы были в списке? Я не знаю, я никогда никогда не ходила, никуда не ходила, никогда ничего не просила. Не интересовалась. Потому что все, что у меня было в жизни, да, какие-то, там, может быть, маленькие, там, достижения, какие-то должности, да, которые, там, люди почему-то, там, считают, что это достижение, я не считаю это достижением. Это всего лишь, как бы, твоя служба, да, вот, и мне всегда сами звонили, приглашали, вот, Бахат Ахметовна, мы вам хотим предложить, допустим, это, или вот мы хотели, чтобы вы возглавили это, допустим, или, пожалуйста, сделайте это. И я еще думала, и каждый раз там ходила по два месяца, как бы, да, там, и думала, и как бы соглашаться, не соглашаться, потому что я, на самом деле, человек общественный, и мне очень сложно быть в рамках госслужбы. На самом деле, когда я полтора года трудилась в правительстве, я была председателем Комитета по защите прав детей, мне было очень сложно, потому что я абсолютно не вписывалась. Я, конечно, сделала очень много, мы за период моего председательства, мы сделали очень много, да, в области защиты прав детей, тогда мы открыли департаменты, мы пробили просто это, Потому что, представляете, в стране, когда не было такой структуры, это абсолютно новая структура. И в тот как раз момент, это был в 2006-2007 годы, сокращался госаппарат, по-моему, на 30%. И мы единственные, кто пробил, чтобы в каждой области, в каждом регионе Казахстана открылись департаменты по защите прав детей. То есть любая твоя должность, получается, это не сделка с кем-то, это не связи, а именно какие-то случайности. Да, я думаю, что... Хотя, говорят же, случайностей не бывает. Ну, случайности не случайны, как говорил кунг-фу панда, как говорит мой премянник. Но дело не в этом. Дело в том, что, на самом деле, вероятно, я просто на самом деле верю в какую-то судьбу, я верю в проведение. Мне кажется, на самом деле, то, что должно было произойти, оно всегда происходит. И если я не попала в состав парламента, то, значит, так и должно было быть. А вот касательно нового состава, Бахет, вы не ответили все-таки. Ах, вы все равно на это вывели. Но касательно нового состава, я могу только развести руками. Потому что, к сожалению, или, может быть, к счастью, просто прошло, на самом деле, немного времени. Но лично я, как гражданин страны и как партиец, я член политического совета нашей партии, я Нур-Утана ведь с марта 1999 года, как только образовалась наша партия, сразу же выступила. И мне небезразлично всегда, что происходит в парламенте в том числе. Потому что все равно большинство парламента — это наш Нур-Утан. И пока я не вижу, допустим, таких ярких инициатив, я не вижу пока каких-то изменений. Но это, по крайней мере, я как гражданин. Может быть, я мало смотрю телевизор. Но как-то вот все тихо очень происходит. В свое время я обращалась с такой инициативой к руководству парламента о том, чтобы... Причем это абсолютно недорого. Это не требует больших затрат. Вот, допустим, вы знаете, каждый вторник правительство делает онлайн-трансляции своих заседаний. Вот то же самое можно было по средам, допустим, в том же Мажелисе, начать пока с Мажелиса, потом бы и Сенат подтянулся, да, сделать онлайн-трансляции наших заседаний. Чтобы знать, о чем говорит Мажелис. Конечно, потому что, знаете, меня лично, что всегда удручало, когда, допустим, встречаешься с избирателями или просто там с друзьями, да, все говорят, ну, что там депутаты, вы только кнопки нажимаете. А бы вы видели, какие у нас проходят, как у нас проходят рабочие группы по законопроектам, как депутаты между собой полемизируют, какие на самом деле, даже когда это был четвертый созыв, когда была только одна партия, какие это были жаркие споры внутри нашей фракции, знаете. Это, конечно, очень интересно, да, то есть это была такая ежедневная, большая работа, да. Но мне интересно, после того, как ты поняла, что тебя нет в партийном списке, на следующее утро ты проснулась, и ты уже понимаешь, что если до этого была надежда снова стать депутатом, ты уже понимаешь, что больше не будет депутатской квартиры, депутатской машины, депутатских привилегий, депутатской неприкосновенности. Какие чувства были? Посмотри. Скажи честно, было жалко? Нет, вот Динара, смотри, вот понимаешь, у меня не было депутатской квартиры. Почему? Потому что я станчанка. Если я, допустим, всю жизнь жила в этом городе, у меня, естественно, было где жить, у меня же есть жилье, почему, допустим, я должна просить депутатскую квартиру? Вот. Машины, это вообще очень смешно, потому что все думают, что у депутатов такие привилегии. У депутатов старенькие, фольксвагены, когда мы были. Потом закупили Toyota Camry 40-ки черного цвета. Вот. И эту машину депутат имеет право, и до сих пор это указ президента, это не просто так, не потому что так хузу парламента хочет. Это есть такой указ, по которому депутат имеет право использовать автомашину в течение 60 часов в месяц. Представляете, это 2 часа в день у каждого депутата. То есть ты не пользовалась машиной? Нет, я пользовалась, я пользовалась, я пользовалась машиной. Но я при этом знаю, что у тебя еще есть свой водитель с личным автомобилем. Конечно, потому что 60 часов это очень мало. Там, например, у помощники едут, к примеру, надо отвезти документы, к примеру, в правительство. Или надо отвезти документы, к примеру, в куда-то еще. Астана, холодно, даже вроде бы мы рядышком все находимся. Но все равно привилегии были. Привилегии были, знаешь, была классная привилегия, которая мне очень нравилась. У нас был загранпаспорт. Вот у нас был зеленый, как у дипломатов. И это было очень удобно. Допустим, тебе не надо стоять огромную, особенно когда прилетаешь в Москву, огромную очередь, знаете, когда на паспортном контроле. А есть, знаете, вы все замечали, есть отдельно написано, для дипломатов. И вот мы в эту очередь для дипломатов, которая всегда, конечно, была меньше. Вот единственное, допустим, чем я пользовалась, и что на самом деле мне сейчас этого не хватает. Потому что я, если честно, за 4 года я привыкла. И вот сейчас, допустим, я вот недавно летала за границу. На самом деле стоишь эту огромную очередь, стоишь и ждешь, думаешь, ну когда же она закончится? Почему-то во многих странах эта очередь на паспортный контроль, это, конечно же, песня. Вот. И поэтому, как бы, Динара говорит, как бы было ли жалко, да. Жалко, знаешь, может быть, было в каком плане. Привилегии, это все настолько, как бы, ну у нас их нет, да. Мы, как бы, вот, мы на самом деле, вот, допустим, наш созыв, да, я точно знаю, что каждый депутат, мы просто пахали, да. Но, по крайней мере, о себе я могу точно сказать. Потому что мы избирались, нас выдвигали как жасутановцев. Меня, Тани Бергена Бендаргарова, затем Тайжанова Ирконата. Ирконат, он ушел раньше, потому что он был директором строительной компании «Азбука жилья», и он сам написал заявление о досрочном уходе, чтобы наладить, как раз наступил кризис, чтобы наладить, как бы, да, с дольщиками отношения. Вот. И мы, получается, Тани Бергеном остались два молодых депутата. Ну, представляете, да, нам уже было глубоко за 30, вот, и мы представляем молодежь, хотя по закону о государственной молодежной политике, молодежь в стране до 29 лет. И поэтому, естественно, мы пахали, потому что, как бы, представляете, вот, вся молодежь в нашей стране 30% населения, вот, и поэтому, конечно же, работы было очень много. Что хорошо у депутата? Депутат – это такая политическая фигура, глаз которого всегда слышен. И если, к примеру, сейчас, да, вот, меня, мои многие друзья сейчас, знаешь, как вызывают, мне придумали прозвище. Если раньше у меня не было никаких прозвищ, то мне сейчас придумали прозвище «Общественное приемное». Да, вот, на самом деле, да, мне, как бы, я, когда первый раз услышала, мне стало смешно, но потом я поняла, что, на самом деле… То есть люди к тебе обращались решить какие-либо вопросы? Да, люди обращались. Вот, буквально сегодня я ехала к вам на эфир, да, ко мне обратились, ко мне принесли обращение, там, бахыцы с Дыковой, там уже без всяких, там, подписей, без регали и так далее. Помогите, там, новогодетная мать, помогите встать на очередь, там, получить жилье, потому что она родила пятого ребенка, муж умер, и она в обыкновенной очереди стоит, и она никак не может. То есть, когда я была бы депутатом, я бы, как депутат, написала письмо бы Акиму города, да, я бы там правительство подняла вопрос, я бы там шумиху там подняла, там подняла, и мы бы эту очередь продвинули. Но сейчас мне приходится теперь самой, то есть мне хочется же помочь этой женщине. И я поэтому сама позвонила одному депутату, мне отказал депутат, позвонила второму депутату, мне мой же бывший коллега тоже отказал, ой, ты знаешь, типа, ну, у нас таких женщин… Почему, Бахет, вот наверняка вы это не ожидали, да? Хотя могли же вас поддержать, принять это обращение, помочь, да? Да, очень часто так получается, что я сейчас, допустим, как уже, как лидер общественных организаций, я обращаюсь к депутатам, даже к моим бывшим коллегам, и вы знаете, я натыкаюсь на такую стену, ну, не то что непонимания, мне никогда не понятна вот людская черство, знаете, я всегда считаю, что самое страшное в человеке – это его равнодушие. Вот бойтесь равнодушных людей, да, еще в древности говорили, и вот на самом деле равнодушие – это, мне кажется, самый такой вот большой бич человечества, да, и вот, к сожалению, есть равнодушные. Мне, допустим, это непонятно. А если бы ты, будучи депутатом, попросила бы своего коллегу о чем-нибудь, да, то он бы сделал это? Я думаю, да, потому что… То есть, получается, для твоих бывших коллег, да, очень важен твой статус нынешний? Я не знаю, я не могу никого осуждать, никому не могу ни о ком говорить, но я точно знаю, что, допустим, примеру, были же такие моменты, к примеру, там подходят депутаты в кулуарах парламента, да, слушай, поддержи мою поправку, это ведь классно, она ведь, допустим, вот, допустим, эта поправка, там, она позволит там то-то, то-то для каких-то слоев населения. И ты, естественно, ты поддержишь поправку, но потом, когда ты, допустим, там, что-то, примеру, для своего законопроекта, ты тоже просишь, там, поддержи, и он уже вспоминая о том, что когда-то я, допустим, поддержала его поправку, он, соответственно, поддерживает мою поправку. Но, видите, мне было еще проще, я ведь, как бы, девушка молодая и так далее, да, интересная, вот, я заходила в зал, там, улыбалась, там, и так далее, как бы, вот, меня часто спрашивают на листы, а пользовались ли в парламенте вы там своей женской привлекательностью? Ну, конечно, пользовалась, безусловно, пользовалась, и, как бы, ну, не верьте тому, кто этим не пользуется. Я вся заходила, я улыбалась, я брала своим обаянием, и многие вопросы так решались, потому что, допустим, вот, у нас был такой случай, мы, четыре депутата, мы прям бились за то, чтобы повысили акцизы на табачные изделия. Я, допустим, считаю, что это большой бич, вот, табачная эпидемия, это большой бич нашего, как бы, общества, вот, и у нас акцизы, они ничтожно малы, вот, вот, допустим, есть такие страны, например, как в Таиланде, там есть у них фонд специальный, да, Тайхэл, здоровье Таиланда, они, допустим, на табачные акцизы, они делают такие прекрасные социальные программы, они строят стадионы, где бесплатно молодежь там туда ходит, какие-то программы, допустим, по гендерному развитию, какие-то там программы здравоохранения, репродуктивное здоровье женщин. Мы ведь тоже это можем, потому что у нас есть такие программы в бюджете, которые нам говорят, ой, вы знаете, на это денег нет, а вы знаете, ой, это не предусмотрено бюджетом. А вот, допустим, такой какой-то фонд, где бы вот такие, знаете, как, допустим, в Таиланде называют грешный налог, Это же было бы классно. Действительно, Бахыт, вот в четвертом созыве вы были одним из ярких депутатов, которого часто очень цитировали в СМИ, да, вот как Динара говорит, касательно статуса. Насколько сейчас часто вас беспокоят журналисты? Знаете, мне тоже многие говорили, типа, ну вот, ну все, как бы ты теперь не депутат, теперь забудь о телевидении, забудь об интервью. Вы знаете, у меня не стало меньше интервью. У меня в день так же, как... Если раньше, допустим, я даже шутила недавно, но если раньше, когда я была депутатом, у меня было два интервью в день, то теперь у меня их четыре интервью в день, да? То есть, как бы, возможно, то, что у меня уже несколько развязаны, да, как бы, можно сказать, руки, да, я как бы не представляю там официальную какую-то точку зрения, да, возможно... Я помню, я помню, когда мы для моего видеоблога, Бахыт показала все свои сумочки дорогие, Луи Виттон, свои... Меха. Меха, свои бриллиантовые украшения. Откуда они у тебя? Бриллиантовые украшения? Да, меха, бриллиантовые украшения, сумки Луи Виттон, сейчас я вижу у тебя сумку дочекована. Мужчин наверняка, да, Бахыт? Да, совершенно верно, это подарки мужчины. А кто тебе их дарит? В твоем блоге я тоже говорила. Имя, фамилию, пожалуйста. Имя, фамилию я не буду говорить, потому что на данный момент ты девушка свободная, да, на данный момент я не замужем. Это, наверное, главная новость будет, да, нашего проекта? Да, но почему-то, как бы, да, всякие там пересуды по поводу моего семейного положения, почему-то даже, знаете, оказывается, в Гугле есть специальный запрос «муж Бахыт с Дыковой». То есть, оказывается, людям интересно, кто мой муж. Да, я была замужем, как бы, но я развелась, вот, у меня прекрасное отношение. А правда, что твой супруг иностранец? Иностранец? Да. Почему-то все думают, что мой бывший супруг иностранец. Я никогда не была замужем за иностранцем. Мой бывший супруг, он казах, он наш астанчанин, мы вместе с ним, как бы, начинали там… Поднимали зелено. Поднимали, да, вместе молодежное движение, мы познакомились, вот, как бы, на этой почве, мы вместе с ним трудились, создали очень много молодежных организаций, я ему очень благодарна, как бы, у нас вроде бы прекрасные отношения. Я, конечно, его немножко обижена за то, что как он поступил, допустим, после развода, как бы, да, но я, если честно, это все простила, потому что я… Это была моя инициатива, я разлюбила человека, да, он очень хороший человек. Какого сейчас, бахыт, вы ждете мужчину? Какого сейчас достойного? Естественно, я как женщина, как женщина, причем привлекательная, как женщина, которая умеет слушать, которая умеет дарить тепло, которая умеет, на самом деле, быть женщиной, прежде всего, вот, потому что, как говорят, женщина и политика, вот женщинам-политикам часто не хватает, вот именно, знаете, вот есть такая же пословица, по-моему, Тэтчер говорил, да, Маргарет Тэтчер, она говорила, что когда мужчина заходит в политику, он оставляет совесть, а когда женщина заходит в политику, она оставляет пол. свой пол, свой женский пол. Я не разучилась быть женщиной. Конечно, я очень люблю принимать подарки, очень рада подаркам. И я умею выбирать подарки, я умею стимулировать на то, чтобы мне дарили подарки. Потому что даже сейчас, допустим, я, допустим, на депутатскую, вот, к примеру, сейчас на мне серьги Булгари, которые на свою депутатскую бы зарплату и на зарплату, допустим, Назарбаев в центре, я бы эти серьги никогда бы не купила из последней коллекции Булгари. Даже если ты сейчас свободна, наверняка есть какой-то определенный мужчина, который тебе нравится, который тебе балует. Вот именно в данный момент, именно в тот момент, когда я пришла на эту программу, вот на данный момент я абсолютно свободна. Да, у меня, конечно же, я живой человек, у меня, конечно же, бывают отношения, но вот именно на данный момент, причем этот данный момент произошел совсем недавно, этот разрыв. То есть ты с кем-то рассталась? Да, я рассталась, я собиралась за этого человека замуж, все было очень серьезно, все было так, с цветами-конфетами, с признаниями в любви. А сколько вы встречались? Мы встречались три года. Три года? Да, мы встречались три года, и как бы все шло к тому, что... А что послужило разрывом? Вот я себе сама нравлюсь за то, что я искренне. Вот я не умею врать, я не умею обманывать, я не умею притворяться. Я хотя очень гибкий человек, допустим, когда какой-то профессии своей, когда что-то касается службы, я могу быть очень гибкой, как водичка, знаете. Я могу принимать какие-то решения, которые будут приятны всем. Но что касается личной жизни, я тоже, кстати, очень гибкая, но если я не люблю больше этого человека, если он меня в чем-то разочаровал, то ну вот хоть что ни делай, я уже... Я прощаю, конечно, но есть такие моменты, которые... Ну как это правильно сказать? Ну не разочарование, наверное. Ну просто вот бывает же, когда... Вот, наверное, это был не мой человек. Потому что, вот, к примеру, как получилось с моим первым сукругом. Вы знаете, я считала, что это любовь всей моей жизни. Я, когда выходила замуж, я была самой счастливой женщиной. У меня была вообще потрясающая история любви. У меня был просто потрясающий период ухаживания. У меня даже потрясающая свадьба была. Я потом даже не знала. Оказывается, какое-то агентство, где-то там они у кого-то, у видеооператора, перекупили нашу свадьбу. Хотя мы делали все сами. Представляете, да, команда КВН, все мы это сами сделали. У нас была просто потрясающая свадьба в Салтна-Царае. Я еще благодарила на свадьбу президента. Я говорю, как хорошо, что наш президент, Рустан Назарбаев, для астанчан построил такое прекрасное здание в Салтна-Царае, что мы теперь, простые граждане страны, можем свою свадьбу отметить в Салтна-Царае. На свадьбах девесты молчат. А я была тамадой на свадьбе. У нас на свадьбе была необычная. Мы с мужем, мы были сами как тамадой, тамадами. Вы экономили деньги таким образом? Нет, у нас было три блока. На каждые три блока у нас были разные ведущие. Но мы были со-ведущими, потому что мы сделали... Это очень хорошая идея. У нас была в форме... Помните, раньше была «От всей души» передача? Да, да, да. Вот мы подходили... Я была в таком свадебном платье. Я была тогда больше килограмм на 30, чем сейчас. Такая колоритная невеста. Все мои подружки очень смеялись, потому что я пыталась сесть на диету и снизить вес, потому что я с детства такая. Я вся такая пышная, с пышными формами, такая аппетитная девушка. Я пыталась, но у меня вообще ничего не получилось. И в итоге у меня было такое шикарное белое платье. Но по тем временам, 2003 год, это было, конечно, очень богато. Бахат, скажите, пожалуйста, я слушаю вас и понимаю, что вы, наверное, не из тех женщин, которые, если что-то не так в браке, будут терпеть только ради того, что разводиться – это плохо, у женщин должен быть муж и так далее. Нет, я в моем браке, который у меня был, я очень много терпела. Я очень много терпела. Я терпела измены. Я терпела пьянки какие-то с друзьями, когда приходили. Когда я, допустим, не курю, я прихожу, и у нас там, допустим, бильярдный дым коромыслом. И вообще, хотя я просила, говорю, давай в новом доме не будем курить. Я терпела это все, но потом, понимаете, бывает какой-то определенный предел терпения, и как-то, знаете, ну, наверное, когда вот это разочарование, то есть самое главное, когда чувство. Я считаю, что если есть чувство, то можно все человеку простить. И это нормально. Я очень гибкая, да, как бы я прошла кучу там обучающих различных. Я сама, знаете, мне недавно говорят, меня попросили мои подруги, напиши книгу. Вот, напиши книгу, там, как быть настоящей женщиной и так далее, да, потому что, ну, как бы они знают некоторые мои там секретики, и там, как ко мне относятся люди и так далее. А скажите главные секреты? Ну, главная в женщине, наверное, ее искренность, да, главная в женщине. Ну, я даже не могу, наверное, сказать... А как заинтересовать мужчину? Ты знаешь? Я знаю, да. Я знаю, как заинтересовать. Ну, это технология. Я очень технологичная. Это всегда срабатывает? Конечно. Я, допустим, даже вот сегодня на работе там объясняю людям, я говорю, вот, скажите мне алгоритм. Я вроде блондинка, да, но я говорю, скажите мне алгоритм, как это будет действовать? Вот давайте придумаем пошагово, вот, один, два, три, четыре, что из чего вытекает? И в отношениях тоже ведь есть алгоритм. Понятно, что есть химия, да, когда человек видит друг друга, да, понятно, что есть высшие силы, потому что любовь – это всегда химия, это всегда, знаете, такое, но всегда есть технология, потому что одно дело, та страсть, которая возникла, да, в отношениях, когда, допустим, только мужчина и женщина познакомятся, но другое дело – это умение женщины сохранить эту страсть на протяжении всей жизни. Меня лично всегда обвиняли, говорили, вот, Сыздыкова, как так, она не соблюдает дресс-код, она может в каком-то там ярком пласте прийти в зал парламента или с какой-то немыслимой прической для депутата, да. Помню твою инициативу, когда депутаты-мужчины, видимо, очень заинтересованные в этом, да, предложили вести многоженство, да, у нас в стране, ты предложила многомужество. То есть это была ответная реакция или на самом деле это было по-серьезному? Ну, во-первых, как бы, наверное, многие, кто тогда слушал это интервью, наверное, многие поняли, что там у меня прям сарказм, он прям, знаете, лился из меня, потому что, на самом деле, когда ко мне подошли в коридоре журналисты и спросили, Албахыт, вы знаете, вот сейчас у вас в Куарах парламента обсуждается закон, вернее, кодекс о браке и семье, и ваши мужчины-депутаты, мы слышали, предложили такую поправку о многоженстве. Вот что вы считаете, это правильно? Ну, тогда я ответила. Ну, естественно, потом все это вырезали, эфир, и оставили вот что. Значит, я ответила так, я сказала, что да, конечно, я изучала историю гарема. Я на самом деле все это изучала, я специально ездила в эти страны, я изучала, мне было интересно, как, наверное, исследователю-аналитику, да, мне было все это интересно. Я все это изучала, это очень позитивно, я считаю, что это здорово, да, когда, допустим, я на самом деле, я считаю, что гарем – это очень хорошо. То есть в моей карте… Хорошо для кого? Для женщины или для мужчины? И для женщины, и для мужчины. Прежде всего для мужчины. А что в этом хорошего? У мужчины всегда должно быть много женщин, понимаете? Почему? Вот посмотрите на любого великого мужчину, у него всегда есть много женщин в окружении. Не обязательно со всеми, извините за выражение, я не знаю, там, в вечернем же эфире дети не смотрят, не обязательно же с каждой спать, да, но, по крайней мере, в твоем окружении должно быть много женщин всегда, потому что женщины тебя питают своей энергией. И когда, я, допустим, всегда, когда, допустим, мой супруг, да, он говорил там, что-то им за вас, я, наоборот, была рада, думаю, о, классно, здорово. Ну, многоженство, это же другая, как бы, совершенно тема бахает, тут как бы не получится просто беседовать. Вот смотрите, да, я вот просто говорю в свою точку зрения, да, я ни с кем не хочу спорить, но я в моей карте мира, Гарем, это нормально, извините, конечно, девочки, да, но в моей карте... То есть ты готова быть второй-третьей женой? Да. Я смогу ей быть, я ей смогу быть, потому что я... А были предложения? Нет, пока не было таких. Ну, как бы были предложения, там, типа, родине ребенка, там, такая классная... Женатые мужчины ухаживали? Ну, конечно. Ну, бахает, это нормально или нет? Вы знаете, ну... Учитывая, что ты изучила историю Гарема, здесь можно к этому относиться по-разному. Все зависит от самого человека, от того, какие это отношения и так далее, потому что, знаете, одно дело, допустим, там, общаться с ним по работе, другое дело уже, там, иметь какие-то сексуальные отношения, это, конечно же, разные вещи, да. Здесь, опять же, понимаете, как бы, ну, вот сердце уже не прикажет, что-то разные бывают ситуации, да, я никого никогда не хочу осуждать и, как бы, говорить, и вот возвращаясь к тому... Ну, как человек, ну, как человек, который изнутри увидел, да, то есть у нас же эта тема, тема многоженства не случайно была поднята, правильно? То есть эта тема, на самом деле, в Астане очень актуальная. Актуальная. Ты знаешь этих людей, которые действительно уже давным-давно имеют, да, несколько жен. Я знаю не только этих людей, которые имеют несколько жен, я знаю первых жен, я знаю вторых жен, я даже у некоторых знаю третьих жен. Это трагедия или нормально? Я считаю, это все, опять же, все зависит от воспитания человека, от его моральных принципов, от его качеств человеческих, потому что, понимаете, одно дело, как-то... Но такое качество, это нормально или нет? Я считаю, что это нормально. Мужчина, когда мужчина любвеобильный, когда у мужчин хватает сил, энергии, материальных средств для того, чтобы обеспечить своих женщин, это нормально, это хорошо. Я просто знаю одного человека, знаете, вот ко мне тоже обращались его жены с одной проблемой, значит, он не работает, у них однокомнатная квартира, и то какой-то из его одной жены, у всех, у каждой, значит, у каждой уже по ребенку от него, они втроем живут в однокомнатной квартире. Он не работает, вот туняй, ему удобно. Три жены работают, приносят деньги в дом, обеспечивают каждого своего ребенка, готовят еду. Простите, а зачем этим трем женам такой муж? Так вы знаете, когда я начала высказываться, вот, допустим, против многоженства, когда я начала, когда сказала, что, когда практически я зарубила эту поправку в кодекс о браке и семье, эти женщины пришли ко мне и прям челом били, они говорят, вы не правы, они чуть, там, они готовы бы меня растерзать в моем кабинете, это была, конечно, очень смешная история, да, но они готовы бы, я когда говорю, девушки, ну скажите, вам приятно, когда вы пашете целый день на работе, ваш мужчина должен быть кормильцем семьи, он должен обеспечивать, он должен быть достойным, гармонично должна энергия в семье течь. Значит, женщина, она как бы, да, дарит энергию свою женскую, да, дарит свою любовь, а мужчина дарит... Не, ну другое дело, когда мужчина всех трех жен обеспечивает, да, как в Эмиратах, да, то есть это совершенно другое. Да, и не только в Эмиратах, Динара, у нас же тоже есть такие случаи, я просто знаю этих мужчин. Мне всегда почему-то кажется, что когда возникает такая ситуация, ну что она вообще какая-то ненормальная все равно. Я тоже считаю, что это не чисто, не справедливо, неприятно. Я вот, честно говоря, не совсем понимаю. Вы знаете, конечно же, в идеале, да, вот допустим, и у меня в идеале, конечно же, мне хочется всегда, чтобы это был только мой мужчина, да, потому что у нас этот комплекс единственности, нас воспитали с детства, да, мы воспитаны в такой среде, понимаете, если бы мы с вами, допустим, девочки, родились бы, допустим, в Эмиратах или какой-то арабской стране, у нас бы было бы другое. Мы бы с вами сидели бы сейчас и рассуждали, типа, это же нормально, да, когда у моего супруга есть еще там... Могли бы быть втроем с женами одного шейха. Ой, это интересно. Я согласилась бы. Это все зависит от уровня культуры самого человека. Как он это сделает, как он это поставит, от самого мужчины зависит. То есть то, что ты предлагала про многомужество, то есть это просто была твоя ответная реакция, но ты говорила не серьезно. Конечно. Это был карказм. Ты сама не готова иметь несколько мужей? Пока нет. Ну, несколько мужей ты спросила? Несколько мужей, одновременно. Нет, это же, это вообще аморально, это вообще противоречит всем нормам, да, это противоречит природе женщины прежде всего, потому что все-таки женщина, она моногамная, да. Но при этом сама готова быть второй, третьей или четвертой женой. Ну, возможно, возможно. Я подумаю над этим. Вот. А получается так, что вот когда меня спросили, да, журналисты, я сказала, что у нас, у нас есть основной закон, это Конституция. И в Конституции есть конкретная статья, где записано, да, что мы, граждане Казахстана, мы все равны, да, перед законом. И независимо от веры исповедания, независимо от пола, независимо от расы, независимо от твоей веры, то есть получается, что мы все равны перед законом. И если по полу, да, женщины и мужчины равны, почему в кодексе о браке и семье мужчинам дается привилегия иметь как гражданину Казахстана, да, трех жен, допустим, или четырех, да, как предлагали. А, допустим, женщине не дано такое право, тогда по Конституции нашей страны, да, тогда давайте отменим эту норму в Конституции. Ты сейчас не жалеешь о том, что ты была слишком открыта, слишком искрення и слишком, может быть, где-то там шла наперекор, да, кому-то? Нет, не жалею. Знаешь, я даже сейчас с некоторыми людьми перестала общаться, с моими бывшими коллегами, потому что я знаю, что им, допустим, было сказано перед выборами, им сказали, что меньше светись, меньше пиши в Твиттере, там, меньше, допустим, выходи в социальные сети, меньше там то, они это сделали. И как бы, да, и... И прошли? Ну да. Вот. И если честно, я даже перестала общаться, потому что, ну, я считаю, что, ну, конечно, я никогда, я терпеть не могу конъюнктурщиков. Вот знаете, вот на самом деле, мне кажется, у каждого человека должен быть свой стержень, свои какие-то внутренние убеждения. Я не твердолобая, и я против твердолобых людей, надо быть очень гибкими. Но, опять же, нужно быть гибкими в определенных ситуациях, да. Вот. А что касается твоей совести, да, совесть должна быть, должна твоя оставаться чистой. И я ни о чем не жалею, потому что даже мне говорили, вот там, ты это сделала не так, ты, там, мне многие там советуют же, да, знакомые и так далее, там, ты то сделал не так, а вот, допустим, здесь ты должна была мягче сказать. Ну, я, допустим, вот честно не жалею. А что главное, Бахыт, вот вы наверняка не все вы успели воплотить в жизнь, какие-то, наверное, есть моменты, да, когда вы думаете, что вот надо было вот это, вот это вот быстренько завершить. Оксана, спасибо большое за этот вопрос, потому что вот сейчас я вспоминаю вопрос Динары, когда она сказала, было ли тебе жалко. Я вот сейчас поняла, вот в процессе беседы с вами, да, мне было жалко, знаете, мне было жалко, что я не успела. То есть я рассчитывала на то, что, я ведь не знала, что будет досрочный, да, у Роспас парламента. Так получилось, что мы должны были уйти с депутатства, получается, в июне 2012 года, да, то есть, а мы ушли в ноябре досрочно. То есть, как бы мы бы еще там полгода спокойно бы работали. И у меня на эти полгода были очень большие планы, потому что тогда я уже начала возглавлять рабочую группу по закону о государственной молодежной политике. Это была моя идея. Мы провели наш комитет по социально-культурному развитию впервые в Казахстане, парламентские публичные слушания о государственной молодежной политике. Это было еще в 2008 году. И тогда, потом, 14 мая 2008 году, на первом съезде Сутана, я предложила нашему президенту, что нужно принять новый закон о государственной молодежной политике прямого действия. Потому что он сейчас, как в каком он виде, да, но вы сами знаете, да, такой отсылочный весь. Вот, и поэтому, как бы, мы уже начали работать. Мы полтора года с молодежным парламентом, с министерством образования очень плотно работали. То есть закон вы не успели? Не успели, да. То есть, как бы, мы не успели, только зашел правительственный вариант, который написало правительство, да, разработчики, министерства образования и науки, у них есть департамент молодежной политики. Вот только закон зашел, и, представляете, буквально через неделю, то есть мы создали рабочую группу, и через неделю был распущен парламент. То есть, неужели ты не слышала до этого о том, что обычно же ходят в кулуарах слухи о том, что вас распустят, об этом говорили другие журналисты? То есть, ты не верила этим слухам? Я не верила. Я не верила, потому что я считала, что нет предпосылок. Слухи начали ходить, начиная с сентября 2007 года, когда только-только, вот 2 сентября мы приняли присягу, и сразу буквально там, как грянул кризис, да, в конце сентября, сразу говорили, ну вот, этот парламент недееспособен. Это одна партия, это нереально, это не демократично. Вот скоро будет ОБСЕ, Казахстан будет председателем, и как бы надо будет подогнать, сделать так, чтобы парламент, и поэтому перед ОБСЕ, перед 1 декабря 2010 года якобы должен был распуститься парламент, потом еще какие-то даты назывались, потом еще какие-то даты, и этого не случалось, не случалось, не случалось. Если честно, я знала, я сама давала интервью на эту тему, в октябре ходили такие слухи, в сентябре 2011 года, но я, если честно, тому не верила, я думала, ну нет предпосылок. Мы же можем говорить о возрасте? Да, конечно, мне 38 лет. Тебе 38 лет, да? Но ты по-прежнему занимаешься молодежной политикой, то есть она тебе настолько интересна, да? То есть ты сама себя на какой возраст чувствуешь? Ну вот у меня где-то, знаете, лет 20 у меня где-то остановился возраст, и мне каждый раз, когда я тебя спрашиваю, сколько тебе лет, вот даже сейчас ты сказала, так, тебе там около... Я начала вспоминать, потому что я реально, я каждый раз вспоминаю свой возраст. Но ты его не чувствуешь? Абсолютно не чувствую. То есть вы биологические возрасты абсолютно не чувствуешь? Да, абсолютно не чувствую. Я недавно, я общалась там с одним мужчиной, вот, и когда, он очень известный, вот, и мы с ним пили кофе, значит, он такой пьет кофе, и такой, типа, говорит, ну да, конечно, я такая, вы знаете, нужно сделать такой проект, нужно воспитывать молодежь, нужно сделать, давайте сделаем такую школу, как бы, да, лидеров общественного мнения среди молодежи, чтобы у нас были такие люди, которые могли выйти из лидеров молодежи, чтобы они могли сказать, не побоясь любой аудитории, чтобы они могли высказать свою точку зрения, потому что, как бы, боятся, и так далее, и так далее. И он такой, ну зачем нам воспитывать, ты же у нас есть от молодежи, вот ты, как бы, рупор молодежи, ты и говори от молодежи. Я такая, вы что? У меня 38 лет, как я могу? Сколько лет я уже могу говорить о молодежи? Вы знаете, девчонки бы вы видели, он, у него было такое лицо, он с этой чашкой кофе, он не знаю, он так смотрел, он такой, тебе 38 лет? Я такая, да. Он такой, я никогда в жизни бы не сказала. Я, говорит, в принципе, я говорю, а вы что, не читаете интернет? Я, как бы, как бы, Википедия есть, там, как бы, да, во всех там. Везде пишу, говорю, да. В Гугле напиши, Баха и Цездыкова, да, как бы, там моя биография, и написано, с какого она года. Он говорит, ну, я, во-первых, никогда не заходила в Гугл, да, как бы, не смотрела специально, там, вас какого-то года. Но я всегда так думала, типа, думаю, ну, если, как бы, она депутатом уже была, ну, наверное, где-то, наверное, 27. А так вообще ты выглядишь, ты бы на 23. Я такая, ой, спасибо, так приятно. Ну, знаешь, у женщины неприятно, когда ей говорят, что она выглядит моложе. Ну, я, кстати, как-то летела с Бахы в самолете, и мне понравилось. Я там обычно приносят, да, я заказала еду, естественно, кушаю. А Бахыт со своим термосом зашла. В термосе от Варшиповника. Бахыт меня даже угостила. То есть я знаю, что ты очень щепетильно относишься к своей красоте. То есть ты за собой следишь. Да. Ты ходишь на различные курсы. То есть для тебя это очень важно всегда выглядеть хорошо. Вот сколько времени ты с утра тратишь на свою прическу, на свой мейк, на выбор одежды? Вот в последнее время, как бы, да, когда я стала заплетать косу, я стала тратить меньше времени на прическу именно, да, потому что это оказалось намного быстрее и проще, да, но тоже красиво и приятно смотрится. Я стала твоим фирменным таким отличительным знаком, да, да, да. Во-первых, я встаю очень рано. Я встаю рано. Во сколько? Пробежка, зарядка. Сейчас я стала вставать, вот после того, как я перестала быть депутатом, когда я была депутатом, я вставала вообще пол шестого утра, чтобы утром успеть на работу. Ну, наверное, в то же время рано ложились спать, да? Нет, не удавалось, потому что, ну, как же, хочется и погулять, и потусить. И погулять, и поработать. Да, и как бы, если честно, я всегда очень поздно выходила с работы, но сейчас я встаю где-то в семь, вот, но, как бы, я привыкаю, сейчас, тем более, лето наступает, да, вот, как бы, летом уже всегда проще. Вот летом я буду, как бы, наверное, я опять сейчас пойду с... Да, делаешь зарядку, пробежку. У меня зарядка, да, у меня зарядка. Пробежку сейчас мне запретили, потому что у меня была небольшая травма, и поэтому я стала очень-очень быстро ходить. То есть у меня сейчас ходьба, то есть я всегда бегала, теперь я хожу. И теперь ты делаешь прическу. Да, потом, потом я делаю прическу, я делаю макияж, я красиво одеваюсь и выхожу. Но это все вы делаете сами, да, собственными руками? У вас нет стилистов? Нет, вот, допустим, сейчас мне, допустим, сделала прическу моя любимая Соня, потому что что-то такое уже сделать я сама не умею. Я умею много чего делать, допустим, макияж я всегда делаю сама. И, знаете, меня всегда удивляет, когда очень часто в интернете писали, типа, вот депутат Сездыкова, на ней макияж на тысячу долларов, прическа, видно же, что это такие стилисты. А мне всегда смешно, потому что я утром передеркала в своей комнате, всегда это делала, и прическу. Мне кажется, каждая женщина должна это уметь делать. То есть вот я это умею. Я вообще как бы горжусь тем, что я очень много умею. Я классно готовлю, я умею все делать, что должна уметь делать женщина. Скажи, пожалуйста, смотри, у тебя был такой период с ноября до, скажем, до мая, ты не получала официально нигде зарплату, да? Но при этом ты продолжала ездить на автомобиле хорошем, с водителем. У тебя есть помощница рядом, которая продолжает с тобой работать. Ты себе ни в чем не отказываешь, как я вижу. Кто тебе такое сказал? Ну, я отказываюсь в твоей жизни. Кто тебе такое сказал? Это заметно по твоему твиттеру. Ездишь отдыхать, да, за рубеж. Откуда у тебя средства? Ну, я же тебе говорила, что как бы у меня как раз был такой период. Вот, допустим, сейчас, да, я свободна. Сейчас, на самом деле, я как бы и думаю, когда я узнала, какая у меня будет заработная плата, я, конечно, так села и подумала, так... Мне надо замуж. Бахата, насколько вот для вас важны деньги? И что они дают тебе? Да, деньги – это прежде всего свобода. Вы знаете, как кайфно быть свободным человеком. Как это здорово, когда... Вот мы как-то, помню, сидели с мужем, да? Мы сидели в офисе, было как раз очень поздно, где-то час ночи. Мы сидим с ним, он такой, блин, так в Москве давно не был. Я такая, ну я тоже. Он такой, что, полетели? Полетели. Мы быстренько вызвали водителя, приехали домой, собрали вещи, не ложась спать, как раз самолет в 6 утра трансаэровский. Мы сразу поехали в аэропорт, купили билет и полетели в Москву. Сняли классный номер в отеле, там, так далее, так далее, да? Походили по Красной площади, погуляли, прикупились, вот, обновили гардероб, допустим, да? Получили много новых впечатлений, встретились с нашими родственниками и улетели опять в Астану. Ну классно же. Классно, понимаете? Это свобода, которая дает деньги. Вот, к сожалению, у меня был такой период, да, я знаю, что такое безденежье. Вы знаете, вот в тот момент, когда нас распустили, да, как бы, ну, конечно, была зарплата постоянная, да? Да, какие-то у меня, тем более, плюс еще были отношения, да, как бы, естественно, как бы, я... А вот как интересно, когда у тебя отношения, но ты не состоишь в браке, то есть мужчина может тебе давать наличные? Конечно, конечно. Вот я на самом деле поняла, что такое безденежье. Я на самом деле поняла, что такое считать деньги, да. То есть ты вот этот период времени жила без денег? Конечно, знаете, я же ведь не... Нет, но у вас, наверное, были какие-то сбережения, накопления, правильно? Абсолютно никакие сбережения, накопления. Я, понимаете, ну, я... Но у вас рядом с вами были люди, которые готовы были, значит, вас поддерживать, да? Человек был человек, который готов был меня поддерживать, мой любимый человек. Вот смотрите, получается было так, что, понимаете, у меня нет бизнеса, я абсолютно лишена коммерческой жилки, напрочь лишена. То есть я, допустим, я и бизнес, я думаю, что если бы я свою энергию в свое время направила, допустим, не в общественные молодежные движения, не в общественные молодежные организации, я бы стопудово уже была бы, ну, может быть, не в списке Форбс мировом, ну, по крайней мере, в списке Форбс Казахстана наверняка, потому что с такой бешеной энергией, как у меня, да, можно свернуть горы. Но я в свое время эту энергию направила на общественные организации, на помощь людям, да, вот, это моя стезя, мне это приятно делать. И поэтому, когда я уже осталась без работы, когда нам пообещали, когда сказали на съезде партии, что всех депутатов надо трудоустроить, а в итоге никто никого не трудоустраивал, нам позвонили, сказали, где бы вы хотели трудиться. Все депутаты, бывшие экс-депутаты, они все сказали, да, вот мы бы хотели там, мы бы хотели там, мы бы хотели там, а вот и ныне там, да, вот. То есть, как бы прошло столько времени, нас никто не трудоустраивает, да, вот, может быть, это правильно, потому что наверняка, допустим, когда кто-то уходит с другой какой-то должности, да, наверняка его тоже не трудоустраивает. Но, в принципе, мне кажется, все-таки к депутатам должно быть особое отношение. Почему, да, вот, может быть, меня сейчас многие осудят, телезрители, да, и зрители вашей программы, но почему особое отношение? Потому что, понимаете, это высший законодательный орган власти. Вот, мне кажется, все равно в нашей стране нам вот зачастую не хватает, да, может быть, не только в нашей стране, может быть, это в мире такая ситуация. То есть, получается, экс-депутаты, они социально не защищены. Не защищены. Я не говорю сейчас о депутатах, я говорю на примере депутатов, на примере экс-депутатов. То есть, понимаете, вот очень часто у нас хромает забота о людях. Вот, вы знаете, допустим, работал человек на какой-то должности, да, или просто на каком-то предприятии. Вот он уходит, и о нем все забывают. А как у него здоровье? А есть ли ему там на что питаться? А есть ли ему на что просто элементарно булку хлеба там купить? А кто должен над этим работать, Бахыт? Вот кто должен быть ответственным за это? Как сделать так, чтобы вот достойных людей не забывали? Я считаю, что должна быть какая-то определенная программа. Я вот, допустим, приветствую, сейчас у президента, да, есть такая инициатива, допустим, создать президентский кадровый резерв, да, такой пул кадровиков. Вот у вас был Алихан Баймина, да, он об этом рассказывал, по-моему. Да, да, да. Вот, и на самом деле я приветствую эту инициативу, потому что люди, которые хотят работать для страны, они должны приветствоваться, их надо поддерживать, потому что, понимаете, вот допустим, я знаю, я просто не буду говорить фамилии, мне неудобно, я просто знаю прекрасных людей, которыми были депутаты, которые принимали законопроекты, которые принимали законы республики, они сейчас сидят без работы. И на самом деле эти люди, которые пришли в социальную сферу, у них нет бизнеса. Потому что бывают люди, которые на самом деле, они пришли, у них был какой-то, допустим, там, за спиной багаж, да, какая-то фирма, может быть, была, да, там, какой-то свой бизнес. А люди, которые имеют большой бизнес и приходят в Можилис, они зачем приходят? За властью? Наверное, да, потому что всегда, я точно знаю тех людей, у которых есть бизнес, в какой-то определенный момент им это все нужно защищать. Это ведь, естественно, это законы бизнеса. Свой бизнес должен быть защищен, особенно когда он приобретает... Да, он большой. Большой, да. Естественно, чтобы лоббировать эти интересы, ты должен либо сам идти во власть, либо у тебя должны быть там свои люди. Если, к примеру, в той же пресловутой, которую нам всегда приводят, пример, да, Америки, в Соединенных Штатах Америки, там есть закон о лоббистской деятельности, да, там есть определенные лоббистские конторы, которым платят бизнесмены, которые потом платят сенаторам, либо конгрессменам, и которые на самом деле... Кстати, я спрашивала у Мухтара Бакировича Тинькея по поводу того, что есть ли у нас лоббизм, да, в нашем парламенте, в нашем мажоресе. И он категорически сказал, что нет, хотя постоянно ходят какие-то слухи о том, что если дать депутату денег, то он может пролоббировать твои интересы. Вы знаете, я никогда не брала деньги ни у кого, да, поэтому я не могу сказать. Вы знаете, я просто знаю точно, что, допустим, когда мы делали... Были попытки, когда мы делали закон, вот когда мы как раз боролись с табачным лобби, да, очень сильным в Казахстане, были такие попытки. На самом деле были такие попытки, да, как бы, ну, категорически отказывались всегда. Вот, потому что на самом деле, как бы, ну, это... Это вы отказывались, Бах, это остальные? Не знаю. Не знаете, я никого не... Знаете, это, извините, такая сфера, да, я никого там, как бы, как бы, никого за руку не ловила, да, поэтому я не могу ничего сказать плохого, да, но в том, что лоббизм есть, это однозначно, он в той или иной мере, понимаете? У нас Казахстан небольшая страна, она большая по территории, но народа, населения у нас не так много. Естественно, где-то кто-то брат, кто-то сват, это же нормально, да, и все же об этом знают, допустим, там, этот позвонил тому, этот позвонил тому, даже вот мне, я пришла, допустим, да, там, мне говорят, ты знаешь, у тебя там сотрудница, там, дочка того-то, 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 да, вот. Обрати внимание на нее, понимаете? Вы обращали внимание? Ну, пока нет еще. А твоя нынешняя работа, да, Назарбаев-центр, тебя пригласили или ты сама предложила свою кандидатуру? Меня пригласили. Пригласили. Да, вы знаете, пока вот в моей жизни случалось так, что я, как бы, свои услуги никому не предлагала, пока вот меня приглашают, да, вот я не знаю, как будет дальше, но пока вот приглашают. А вот до этого времени были какие-нибудь предложения, может быть, от Акимов разных областей, советникам, заместителям? Нет, абсолютно, вот я говорю абсолютно откровенно, абсолютно честно, с ноября месяца не было никаких предложений. Если честно, даже было немножко страшно, было, знаете, был такой период, что на самом деле даже были такие мысли, думаешь, ну, надо же, ну, почему так, да, почему у нас так происходит, почему человек, который всю свою энергию, все свои силы, все свои мысли, понимаете, я приходила рано на работу, я уходила поздно, я встречалась там со всеми, на самом деле, как бы мне абсолютно не стыдно. Ты ждала предложений? Конечно. А что вы ожидали? Вот где вы себя конкретно видели больше всего? Я себя ожидала, ну, вы знаете, если честно, я себя не видела и не вижу на государственной службе. Вот, допустим, Назарбаев центр, это гражданская служба, и, наверное, может быть, поэтому я согласилась, да, я, если честно, долго думала, потому что, представляете, после такого большого перерыва, да, полгода, идти снова в работу, снова куда-то, да, я очень долго думала, и только я пошла потому, что это Назарбаев, в центр, потому что я считаю, что этому человеку каждый казахстанец должен быть благодарен. Ну, сколько тебе нужно в месяц для того, чтобы ты себя комфортно чувствовала? 10 тысяч долларов тратишь в месяц на себя? У тебя водитель, помощница, твои перелеты, переезды. Ну, ты знаешь, я, если честно, никогда не считала. Ну, возможно, да, возможно. Возможно, да. Просто, правда, вот девочки, знаете... То есть богатый Сыздыкова, скажем, такая дорогая женщина? Я, да, я дорогая женщина. А если брать вот нематериальную составляющую, да, вот что еще нужно почувствовать себя истинно богатым человеком? Истинно богатым человеком мне всегда нужна красивая вокруг обстановка. Я имею в виду природа. Я обожаю природу. Вот я смотрю на вас и убеждаюсь в том, что, мне кажется, вы очень хороший психолог, хорошо разбираетесь в людях. Да. Можете себе так сказать? Не знаю. Не знаю. Наверное, нет. А на что обращаете внимание, общаясь с людьми вообще? Что для вас главное? Главное – глаза, наверное. Главное – искренность. Главное – отношение к людям. Потому что, знаете, бывает, допустим, сидишь с мужчиной в ресторане, да, вот он тебе так нравится, он такой кайфный, он такой классный, ты готова в него влюбиться. И вдруг подходит официант, и он начинает, так, короче, мне нужно, то есть не считает за человека. То есть таким человеком я потом в жизни общаться не буду. Мне нравятся открытые, живые люди, которые ничего не боятся и которым всегда есть что сказать. Поэтому мы благодарим тебя с Оксаной, спасибо, что пришла к нам на программу. Я очень давно хотела, чтобы мы с Оксаной с тобой поговорили в нашей студии. Оставайтесь всегда такой яркой, живой и, самое главное, искренне, чтобы вам всегда везло. Спасибо большое. Я думаю, наши зрители сегодня узнали очень многое, очень много нового Бахыца-Здыкова, и самое главное – узнали, где она сейчас работает. Это была программа «Статус-кво». Смотрите нас каждый четверг. Спасибо. 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 Спасибо.